Лейкер свернул себе титул НБА 10 лет спустя, а Джеймс стал самым разносторонним защищающимся игроком со времен хоккей Мала Джувона. Этой ночью закончился самый долгий сезон в истории НБА, финальная часть которого проходила в Орландо. В пузыре можно было ждать самых неожиданных результатов. Тому подтверждение, выход в финал Майами, команды, в составе, которой рубились 7 первогодок и второгодок, сумасшедшие волевые победы Денвера на Западе и провал Клиперс. Но победа все же осталась за, пожалуй, главным фаворитом сезона. Лидер Лейкерс Леброн Джеймс выполнил свою функцию, вернув чемпионский титул в Лос-Анджелес спустя 10 лет. В 2010-м кубок Ларри Абрайна и кубок Билла Рассела, самого ценного игрока финальной серии, в своих руках держал Кабиб Райант, трагически погибший в этом году. Сейчас у Лейкерс новый герой, который пошел на большие жертвы, чтобы сфотографироваться с долгожданными титулами. Для Лейкерс это 17-й титул в истории, который позволил им сравняться по этому показателю с Бастоном. Пять раз они выигрывали чемпионство, когда базировались в Миннеополисе, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, и 12 раз после переезда в Лос-Анджелес, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020. Именно эту фразу сказал Леброн Джеймс, когда его Кливленд в июне 2018 года безнадежно уступал Голденстейт в финальной серии. Тогда всем было очевидно, что второе пришествие короля в клуб из Огайо подходит к концу. За четыре года он взял один чемпионский титул, но трижды проиграл в финале Кари, и Гудали Дюранту. Новую главу своей карьеры он открыл в Лейкерс. На это было много причин. В Голливуде можно было еще стремительнее развивать свой многогранный бизнес, а ставить свой след в самой легендарной франшизе и получить в свое распоряжение еще одну суперзвезду, с которой можно смело идти за титулами. Правда, в первый год Леброн ее так и не получил. Кайл Кузьма, Брэндон Ингрэм и Лонзебол не смогли стать оруженосцами Джеймса. Зимой 2019 года Форвард был готов обменять полкоманды на Энтони Дэвиса. Тогда провернуть эту сделку не получилось, а лишь вызвало крупный скандал внутри команды. В итоге Лейкерс даже не смогли выйти в плей-офф. Параллельно с управленческими неудачами Леброн боролся с тяжелой травмой. Возможно, самой серьезной в своей карьере. Тем не менее, хейтеры Джеймса были готовы уничтожить его. Последняя охота Акела началась явно не так, как он рассчитывал. В новом сезоне Леброн наконец-то заручился поддержкой Дэвиса, человека, который будет доминировать в НБА ближайшие 10 лет. Правда, нельзя сказать, что после этого Лейкерс автоматически стали недосягаемыми для соперников. Суперсвязки образовались в Хьюстоне, Хардин, Уистбрук, Клиперс, Кавой, Джордж. Отличные команды во всех смыслах были у Милоки и у Торонто. Поэтому, чтобы выиграть титул Леброна были необходимы изменения. Немногие согласятся на такое в 1934 года, тем более, когда у тебя уже есть статус лучшего игрока своего поколения и три чемпионских титула с двумя командами. Но Леброн пошел на это, в первую очередь пересмотрев свое отношение к защите. В этом сезоне Джеймс стал самым грозным разносторонним защищающимся баскетболистом со времен хоккей Мала Дживона. Он страховал партнеров, здорово оборонялся на дуге, но и, конечно, не забывал о атаке. Конечно, легко побеждать, когда в твоей команде два из пяти лучших игроков НБА прямо сейчас. Леброн и Энтони стали первой парой одноклубников, вошедших в первую пятерку лучших игроков сезона НБА, с 2004 года. Тогда такого результата добилась пара игроков, которых звали Шакил и Каби. Леброн стал вторым после одета кумбы в споре МВП сезона, Дэвис стал вторым после того же Грека в списке претендентов на мистер Замук Гада. «Нехватка этого чуть-чуть соединилась между собой и дала колоссальную синергию. Мы не завидуем друг другу. Я думаю, что это лучший способ развиваться», — сказал Джеймс о своих отношениях с Дэвисом. «В профессиональном спорте есть парни, которые объединяют свои силы. Два парня, которые доминировали в конкретном виде спорта в своих собственных командах, могут объединиться вместе и обсудить, как они могут быть доминирующими в лиге. Я верю, что ревность закрадывается в такие моменты. У нас этого нет». Переход Дэвиса наложил некоторые сложности на развитие Лекерс в будущем. Во-первых, с ним надо продлевать контракт, который при любом раскладе будет архибольшим. Во-вторых, команда потеряла кучу выборов на драфте на ближайшие годы. В-третьих, вполне справедливо заканчивающиеся контракты чемпионов нынешнего года нужно будет повышать. С другой стороны это чемпионство открывает новые горизонты для роста. Некогда звездные ветераны захотят играть в такой команде с зарплатой уровня менеджера среднего звена небольшой компании. Игра в таком коллективе заставила расти не только Кайло Кузьма или Какарузо, но и Таллина Хартона Такера, который уже сейчас может уверенно выходить на 10-12 минут в финальном матче. Почему именно эта победа должна стать началом новой династии? Во-первых, эта победа была нужна организации, которая не была чемпионом с 2010 года. Во-вторых, эта победа нужна Леброну для подпитки собственного гения. В-третьих, эта победа нужна НБА, которая пережила самый сложный сезон в своей истории. В-четвертых, эта победа случилась в Дисне, месте, где мечты становятся реальностью. В-пятых, эта победа нужна для Каби. Теперь можно смело сказать, что он сравнялся по количеству побед в НБА с Джорданом. Не стоит забывать еще один важный момент. Когда Леброн переходил в Лейкерс, его сын Бронни пошел в новую школу в Лос-Анджелесе. Ему осталось учиться в ней еще два года. К тому времени НБА наверняка разрешит переходить в Лигу, минуя университет, это уже практически решенное дело. Тогда Джеймс станет первым баскетболистом в истории Лиги, который сыграет в одной команде со своим сыном. Такое не удавалось ни Каби Брайанту, его отец Джо Мармелад был прилично старше, ни Майклу Джордану, его сыновья застряли в университетах, да и не мог Майкл тогда представить себе такое. Этот сценарий точно поставит Леброна выше Майкла и Каби в любых списках. Продолжение следует...